Добрый день, господин Леонид. Добрый день. Снова есть актуальные вопросы в Венсполсе. Первый из них Артис пишет следующее. Пишу вам, потому что Венсполсе известен в Латвии как самый аккуратный город. У меня вопрос о благоустройстве города. В Лимбаже брусчатка укладывается очень качественно, но газон у нее не выдерживает никакой критики. Хочу узнать, в Венсполсе тоже практикуется такая небрежность и работы по благоустройству не доводят до конца? Ну так не должно быть. Я не могу оценивать Лимбаже. И так не должно быть. И для этого работает целая система. В том числе у нас есть специальная инспекция, абсолютно независимая от заказчиков, которая контролирует качество исполнения строительных работ на объектах, где заказчиками являются структурные подразделения, юридические лица, но из хозяйства самоуправления качества. Так что, и при том, у нас второе, у нас пятилетний гарантийный срок. У нас даже были объекты, когда брусчатку перекладывали два раза. За свой счет, конечно. Ну вот, так что так не должно быть. Оценивать Лимбаже я точно не могу. Расма в рубрике «Алло Винтас Балс» пишет, «Хочу поблагодарить за акцию по сбору листьев. Это реальная помощь для жителей. Советую Думе закупить несколько тракторов по чистке тротуаров, в том числе для зимы и других сезонов, и перестать мучить владельцев частных домов, заставляя их расчищать тротуар». — Да. Ну, значит, есть правило, они не только в Энсполсе, не только в Латвии, в большинстве стран мира, когда собственник дома чистит определенный участок перед своим домом. Этот участок обслуживает, в частности, его дом. Там, где дом принадлежит самоправлению, там и чистится самоправление, как собственник. Так что тут различий нет. То же самое касается любого другого юридического лица. Что касается тракторов, такая у нас техника есть. Мы этим чистим большие длинные участки, где нет каких-то резких закоулков, петель. Ну, например, велодорожка на Бушнике. Там, конечно, трактором все чистится, как летом, так и зимой. Жительница на портале «Вентазбалс» пишет, что надо сделать, чтобы попасть на магнитный резонанс быстрее, чем через полгода, или дешевле стать 10 евро за проверку одного сустава. Почему эти услуги такие дорогие, а очереди такие длинные? Значит, как вы знаете, на этот финансовый год финансирование здравоохранения увеличилось на 240 миллионов. Это очень большая цифра. У нас был разговор союзе «Зеленый» крестьян, я там тоже участвовал, и у меня была презентация. Вопрос был такой, где тратить и с каким результатом это дополнительное финансирование здравоохранения, в том числе за счет роста внешнего долга. моего дефицита бюджета. Мое предложение было, это направить эти деньги в двух направлениях. Первое – это врачи-медсестры, потому что не будет их, вам любая техника, это металл, никому не нужный. Это первое. И второе – это оплата вот этой диагностики, оплата медицинских услуг, рост этого направления. Вот два направления. Я предупреждал, что не надо большие средства направлять на разные экстры и большой рост финансирования медикаментов, потому что формация нам будет убеждать всегда, что не надо ничего кушать, кроме таблеток. Кроме таблеток и те, которые обогатители пищи. Но все равно это таблетки и больше ничего. Не надо кушать мясо, вы можете там металл, все это через таблетки. Правильно? И формация будет оплата. Ну, моему совету, я остался в медичинстве, моему совету не посоветовались, и было направлено деньги на очень дорогие операции, которые там, одна операция 400 тысяч стоит. Вот. Было направлено большой объем денег на формации, то есть на медикаменты. Важно, но если вам недоступна диагностика, потом, что дважды, трижды больше таблетки кушать, а вы можете не дожить до таблеток, вам диагностика неправильна будет. Ну, вот так и так, ну, я считаю, что нужно два направления, еще раз. Медики, зарплаты, чтобы они вообще, эти медики были, и второе, это оплата услуг в больницах, поликлиниках, и так и так далее. Ну, премьер считал по-другому, и деньги, большая счастье ушла, по-моему, неразумно. И потому есть очереди. Какая к черту, если через полгода вам сделают там магнитный резонанс в спине, когда она у вас там разваливается, или там болит, да? Ну, вы не можете платить деньгами. и даже хуже. Даже если есть, кто платит, так нужно еще медсестра, которая вас правильно положит, правильно? Радиолог, который правильно сделает описание, что он там видит. Если этого нет, то какой толк от этого? А сперва разрушается здравоохранение, освобождается от людей, а потом вы дадите деньги, а что деньги? Деньги-то не заменяют врача, правильно? Это уже будет поздно. То, что у нас большие разногласия, как тратить деньги в здравоохранение, очень большие. Разногласия были, и я считаю, есть. Моя позиция была другая. Пример есть пример. На портале такой комментарий оставили. Печально, что обновленный Южный Мол уже пострадал. Неужели вандалам самим нравится жить в разгромленном городе? Я просто не понимаю таких людей. Как, по-вашему, надо бороться с такими хулиганами? Да, ну, раз за разом такие случаи есть, раз за разом появляются такие группы, которые какое-то время такими плохими делами, как дебошистом, занимаются. Вот. Они разно или поздно ловятся, да, потом появляются какие-то другие. Такое это такое шабашное хулиганство. Что делать? Мы сейчас работаем над новым проектом, значит, когда, чтобы было такое видеонаблюдение, которое при дебошисте сразу сигнализировало полиции, и она могла бы сразу приехать. Потому что у нас довольно много объектов, ну, например, цветочные коровы, да, там же одной рукой можно провести и испортить, правильно? Ну вот, так что мы идем, пойдем в этот дигитальный путь, ничего другого не придумаем. Эта новость собрала на прошлой неделе очень много комментариев в интернете. Эггелс пишет, в разработанном министерством сообщения о проекте правил Кабмина, которые в будущем должны регулировать работу латвийских автостанций, предусмотрена ликвидация девяти автостанций, в том числе Венсполской. Это же не серьезно. Как может один из крупнейших городов Курзума остаться без автостанций? Действительно, мы ознакомились с этими правилами, они неправильны, они считают, что в Латвии все автовокзалы транзитные. Но они не посмотрели на карту и для них, наверное, будет откровение, что Венсполс прилегает к морю и к западу, северо-западу, юго-западу от Венсполса нет дорог. Значит, нет транзитного автобусного сообщения и сравнивать Венсполс и Якопелс, мой родной город, или Елгаву Венсполс, или даже Добелэ Венсполс, или Уогра Венсполс, или Резекне, ну, Дауглапелс и так и так. Но это невозможно, потому что это транзитные города местного значения. Мы транзитный город, но по морю международный, да, жизнь дорога, моря, грузовое сообщение, но не автобусные перевозки. Но сейчас разработан новый вариант, мы его изучаем, так что, если он нас не будет устраивать, мы все равно будем бороться, чтобы правила были разумные. Это действительно оплошность? Они, грубо говоря, не посмотрели на карту, или это осознанный шаг? Я думаю, кто-то хотел чего-то сэкономить и не подумали о людях, как всегда. Надо думать сперва о людях, потому что автовокзал для кого? Не для автобуса уже, он же для клиента, а клиент человек. А когда забывается о людях, о клиенте, такое госуправление не в интересах человека, тогда его надо гнать. Банга на портале пишет, читал «Ивентозвал», что в сентябре было 10 нарушений нормы запахов, и все случаи связаны с именно бункером. Что скажете, как с этим бороться, и почему предприятия так обращаются с жителями? Ну, надо сказать, что первое, у нас три терминала, на каждом терминале по две электронные носы, которые круглосуточно, в реальном режиме фиксируют превышение норм. Раньше такого не было возможно. Раньше было так, что вы чувствуете запах, вы тогда должны звонить этой санитарной инспекции, которая находится в Кулыге, так пока они приедут, день пройдет, сделают, там, заберут пробы, увезут, сделают анализ, в общем, это на неделе. Вот, и а потом, а пока все это приехали, там уже все закончилось, запаха уже нет. И оказывается, вы дурак, у вас как бы больной нос. Ну вот, потому мы потребовали, и нам это удалось заставить установить электронные носы, по два на каждой, на границе терминала, не в жилой доме. Вот, если у нас в мае там было, по-моему, или нет, в июне, было где-то почти 400 нарушений, 400, и более 300 венбункер, то результат сентября 10 в бункер и 0 венсплснатес терминалс и 0 вентал терминалс. Ну, это, я думаю, неплохой результат. Вот, но мы еще установим эти носы на границе жилой зоны, чтобы фиксировать, какая там загазованность парами нефтепродуктов. Ну, ситуация явно улучилась, но должно быть ноль, я полностью согласен, должно быть ноль, и мы это требуем, ну, что требуем, мы просим к этому, с этим бороться, с запахами службы, которые за это отвечают, это санитарная служба и инспекция и значит, комитет по окружающей среде государства, оба государственной структуры, мы не имеем права вообще никого наказывать, запрещать и заставлять. Ну, наверное, самый главный вопрос, Катерина на портале спрашивает, как оцениваете результаты выборов, я так понимаю, вы не удивлены, а сама Катерина пишет, что побаивается из-за агрессивных коммуникаций Гобземса и его партии, ей страшно за страну, как бы не вышло американского варианта, где люди от стыда сгорают из-за своего президента. Насчет Трампа не надо привлечь, это демократ из его дела и демона, он не такой по виду, как привыкли, у него другая стиль, другая манера поведения, он имеет право на это, да, и то, что он делает, он делает в интересах Америки, так, как он и сказал на выборах, что Америка превыше всего, и так надо действовать всем руководителям, всех государств, и, первую очередь, нашего государства, а то они действуют, как халуи себя ведут, это очень плохо, мне это очень не нравится, так что не надо на Трамп, это раз. Второе, действительно, значит, значит, новые две, 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 две партии получили 32 места, это благодаря очень плохой работе правительства, очень плохой политической деятельности самого премьера Кучинского, и он угробил коалицию, и он угробил избирателей союз зеленых крестьян. 9% это очень плохой результат, это потеря 10%, это потеря 10 мест в парламенте, и за это 100% отвечает господин Кучинский, и вообще ЗСС в этом году потеряла вообще свое лицо, то они против закрытого избрания президента, то вдруг два месяца до выборов нет открытых, это самое правильное, ну так погодите, ну что же вы до этого говорили, даже вот наш депутат из Венцелса, да, он говорит, я не могу голосовать, я защищал это мнение, я не буду голосовать, не участвовал в этом, насколько я знаю, голосование, что он считает, что это неправильно закрытое голосование, самое независимое. Ну вот, и главная звездная болезнь руководства правительства, посчитали, что они как бы чемпионы, представляете, люди идут на выборы, лозунг, мы чемпионы, то есть, а руководство правительства считает, что они чемпионы по проделанным работам, не избиратель это говорит, а они о себе, так сколько надо здесь пустой башки, какого объема, чтобы так себя оценивать, это же уму непостижимо, вы кого-то слышали, что он говорит, я чемпион, серьезно, ну серьезно, да, ну так, как бы, чемпион, я набрал там три корзины этих белых грим, но это болтовня, да, правильно, ну так, как бы, ну вот, так что надо, 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 ну не будет этого правительства, слава богу, да, так что надо перестраиваться. Семь партий, вы прогнозируете какие-то, скажем так, ну эти два, этого, это, но не большевики, которые там стрите, вокруг стрите, вот она мне напоминает это большевичку этого, Марта Крестенсона, не знаю, была такая, да, долго прожила, почти 100 лет, ей задавали вопрос, это, большевики, большевики, там, до 18-го года, подпольщица все, она была в Рево-ВН-совете, был такой, это, которые там принимали быстрее, судебный состав, как бы, да, никто не образовали, не закончил, говорит, а как вот вы принимали решение, Рево-ВН-триминали, а он говорит, по убеждению, по революционному убеждению, а какая революционная убеждение, если вы пришли в шубе, значит, вы буржуй, если вы буржуй, значит, вы враг, если вы враг, расстрел, вот и вся сказка, вот это одна, 16 мест, это консерваторы, это, как явник, черту консерваторы, вот, это большевики, необольшевики, ну, а Кайминч, вы сами знаете, он шоу делал 4 года, ну, продолжит шоу делать с государством уже, что он, руководитель победившей партии, что, премьером будет, ну, то есть, тут ничего неизвестно, что это за люди вообще, да, первые, первые члены очень плохие, правильные они будут, только работа по работе можно будет социнивать вообще, может быть, это был шоу до выборов, а потом люди станут размещать более, понятно, ну, вот, так что будем ждать, Союз Зеленый Крыльян, единственное, что у них есть, голосов нет, или очень мало, но зато есть опыт работы в команде, коалиции, так сказать, защищая свое мнение, но с разумом, и с компромиссами, да, ну, такой партнер стабильный любому примеру нужен, так что, я думаю, что Союз Зеленый Крыльян в его услугах в правительстве понадобится, но Союз Зеленый Крыльян должен не терять своего лица, должен иметь свою ясную программу, ясные действия, чтобы их можно было, Союз Зеленый Крыльян, можно было прогнозировать, избирать, потому что он скажет, поэтому вопрос, они не будут поддерживать, поэтому вопросу они будут поддерживать, а за последнее время я уже не понимал, какие решения Союз Зеленый Крыльян, какие решения будет принимать правительство, потому что они были полный бред. В заключении немножко позитивно. Ой, спасибо, да. Юта на портале спрашивает, как вы наслаждаетесь осенней яркостью, посещаете ли Сигуду ради творческой разнообразной энергии или же черпаете ее здесь, в Венсплсе? Да, но первое ради этого я посадил, я посадил дома у меня клены, они очень красивые, специально, они очень нравятся, там был только один, нет, два клена, я еще посадил штук пять, вот, разные они там, потом еще я посадил кусты, и все, которые после заморозков, они там по-разному светятся, да, потому что это я вижу, пока они выходные, так, рабочие ни черта не видишь, ну, рабочие видно, ну, я знаю маршруты по курсам, где очень красиво видно осенние вот это краски, когда прошел первый заморозки, у нас были две заморозки, так что сейчас как раз эти выходные еще через неделю выходные, на этом все и закончится, так что никуда ехать далеко не надо, есть вокруг Талсы, потом там Эдола и дальше на юг Курзами, а с Иголда я не еду, потому что там человеческий муравейник, нет, это не для меня, слишком много, слишком много, у нас тоже можно наслаждаться яркой осенью, спасибо вам за ответы и всего спасибо, да, всего доброго,